Здравствуйте, дорогие друзья! Тайны Вечной Книги в эфире. Как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем! Мы начали новую главу из новой последней книги Дворим. Прошли с вами две передачи и сейчас продолжаем. Муше перед смертью собрал народ, написано в большом комментарии. Когда Бог сообщил Муше, что тот умрет сразу после битвы с Медианом, Муше попросил, позволь мне перед кончиной повторить евреям Тору с самого начала. Я хочу разъяснить им все трудные места и детали законов Торы. Потому что это совсем другое дело. Когда они начинали движение, и когда человек начинает изучать, что он понимает? Действительно. Куда он вошел и что он сделает? Ничего нельзя понять. Он сначала должен пройти весь материал до конца, каким-то образом его в себе осмыслить. То есть он идет за лидером? Последовательно, да. И когда он уже достигает каких-то высот определенных, он может уже начинать осознавать, какие пути он прошел, этапы, как это все сказалось в нем, соединилось все вместе в одно единое целое, почему в нем изменилось самое главное восприятие реальности, где этот мир, где высший мир и так далее. То есть в нем начинает проявляться, самое главное – это восприятие. Как я воспринимаю мир? И мир ему кажется совсем другим. Постепенно. А затем наступает каждый раз, когда он проходит этап, и наступает какое-то суммарное такое ударное преобразование восприятия. Он вдруг как бы раскрывается, идет, 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 и ползет, как на какую-то гору. Ползет, 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 доползли, бум, раскрывается какой-то этап перед ним, с высоты этой горы, на которую он зашел. И следующая гора, и следующая, и так далее. Поэтому существуют большие промежутки времени, как прогон в поезде. Там от перестанка до перестанка, там прогоны большие. И потом приходят к состоянию, когда начинают осознавать, что прошел. До этого ничего не сознается, в пути ничего. В пути реакции на такие-таки вещи. Он просто должен идти верой выше знания, то есть ничего не видя, не осознавая, не понимая, перетирая в себе все эти основы восприятия, основы ощущения, основы реакции его, и основы постижения. И поэтому это не просто повторение, вот что я хочу сказать. Повторение той торы, повторение пути. Сейчас, когда они заканчивают свой путь, это совсем другая глава, последняя глава торы. Это совсем другие обстоятельства. Человек собирает сейчас в себе все свои исправления, все свои ощущения, и уже вступает в окончательный этап. В последнюю подготовку перед входом в землю. Ну вот то, что, в принципе, Муше рассказывает то, что было. Он говорит, мы прошли так, мы шли так, мы дошли до, допустим, до Кадеш-Барнея. Вот что это означает? Ну, Кадеш-Барнея, езжай оттуда, там, 300 километров, и будет тебе Кадеш-Барнея. Хочешь, и там еще 200-300 километров, будет тебе эта гора Синай. Подъезжай, посмотри, что там есть. Это не значит оборачиваться назад? Ничего нет там, да, Санта там стоит, этот монастырь. Живут монахи. И все. То есть это, вы говорите, это новый уровень перед входом в Эр-Цесраэль? Да. Осознание пройденного пути? Да, это на юге, если ты поедешь. А на север-то ты доедешь до Амаргидона, в Мегидо. Да. Все, тут все на месте. Там 100-150 километров. За два часа доберешься. Ну, вот если можно тогда, вот, вслед за Муше, потихонечку, я буду зачитывать, а вы потихонечку. Да, пожалуйста. Даже если это повторение, мы с вами проходили что-то, но это повторение уже на новом уровне, вы говорите, на другом. Вот народ стоит, последняя книга начинается, последний, как бы, на финиш они выходят, вход в Эр-Цесраэль. И вот, говорится, мы в прошлой передаче с вами говорили, что они пришли к Адеш-Барнея, и сказал я вам, дошли вы до горы Мореев, которые Бог Всесильный наш дает нам, не бойся и не страшись, но подошли ко мне все вы и сказали, пошлем людей перед собой, чтобы разведали нам страну и рассказали нам о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которые нам идти. И понравилось мне это слово. Это мы с вами начали происходить, и дальше начинается вот что. И отправились они, и поднялись с горы, и дошли до долины потока Ишколь, и разведали ее, и взяли они в руки своих плодов той страны, и снесли к нам, и рассказали нам, и сказали, хорошая страна, которую Бог Всесильный наш дает нам, но вы не хотели подняться и воспротивились к поведению Бога Всесильного вашего. Ну, потому что надо менять свое намение. Ведь то, что находится за границами земли Израиля и внутри земли Израиля, это значит, желание, с которым ты работаешь ради себя, когда ты стоишь вокруг ее границ, и желание, с которым ты работаешь от себя, на других. То есть войти в землю, это значит поменять всю свою ориентацию. Ну, тут очень интересно, кстати, вот Мушет, вспоминая, не говорит, что, ну, они сказали, что там гиганты, просто он сказал, что он, ну, вы не захотели подняться, несмотря на то, что разведчики пришли и сказали, что там замечательная страна, Бог дает нам потрясающую Мы уже говорили об этом, да. Ну, дальше. И возрабтали вы в шатрах ваших и сказали, по ненависти Бога к нам вывел он нас из страны египетской, чтобы предать нас в руки эмореев на истребление. Да. Куда подниматься нам? Да, то есть это то, что мы чувствуем, когда мы занимаемся кабалой, что нам надо сейчас подняться на свойства отдачи, выйти из себя, скинуть свою эгоистическую шкуру, быть вообще принадлежащим окружающему пространству, миру, кому, что, непонятно ничего, вот так вот себя сними и все. Хотя есть ощущение, что это великая страна. Это неважно, но что ты должен делать с собой для того, чтобы быть в таком состоянии. Вот почему всем проблема. И они, естественно, человек не в состоянии это сделать. Это все предстоит любому человеку, который хочет достичь духовного состояния. Это вообще состояние перед проходом на первую духовную ступень. Да, 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 это очень серьезные вещи. Ощущение, что это великая страна, и в то же время страх сделать этот шаг. Да. Ну, Тов, они, причем они уже ведь готовы к этому. Да. Они ведь уже дошли до уровня бины. А сейчас они должны от бины подняться в кетер. То есть они должны начинать этот свой эгоизм уже перерабатывать на отдачу. Получение ради отдачи. Получение ради получения это они зарабатывают в течение сорокалетнего путешествия по Синаю. И поэтому это уже у них есть. Но все равно даже с этого состояния, так называемого хафет-хесет. Вы говорили получение ради получения. Отдача ради отдачи, да, они вырабатывают? Нет, минуточку. Сейчас они находятся в состоянии отдачи ради отдачи. И должны войти в состояние, которое называется земля Израиля, получение ради отдачи. Так вот, это изменение отношения ко всему. К себе и к окружающему миру. Что с этим делать? Это у них проблема. И поэтому здесь как бы народ стоит и возмущается. То есть все свойства в человеке. Человек – это маленький мир. Нам надо понимать, что это относится только к одному человеку. Человек стоит и возмущается. Как ему войти на эту ступень? Тут невозможно это сделать. Если отдача ради отдачи – это состояние, в общем-то, более-менее спокойное. Я ничего никому не отдаю. Я не работаю против своей природы. Я просто выхожу из нее, приподнимаюсь над ней. Вот это чего они достигли? Да, приподнимаюсь над ней. Над всеми своими эгоистическими уровнями я приподнимаюсь. К этому меня заставляет и страдание по дороге. Потому что чем больше страданий, тем меньше я хочу. Я от этого страдаю, я не буду это брать. Я от этого страдаю, я от этого отойду. Я от этого страдаю, я не буду этим заниматься. И так далее. То есть мой эгоизм как бы мне помогает, в общем-то, избавляться от него самого. То есть по дороге я оторвался от тела. Я как бы делаю. Но есть в этом следующие этапы. Более такие, как сказать, отвлеченные от эгоизма. Тонкие. Но, допустим, для нас-то пока достаточно этого. То есть даже мой сам эгоизм подталкивает меня к свойству бины. Что стоит тебе ничего не хотеть. Меньше хочешь, меньше проблем. Меньше знаешь, лучше спишь. Как говорится. Ну, это точно. Вот и всё. Так что, а здесь уже инверсный поворот. Ты должен начинать воспринимать совершенно по-другому окружающее. То есть тут призыв к действию уже идёт. Тут к действию, что ты должен себя полностью аннулировать. Не просто приподнять над собой от малхуд до свойства бины. Перестать использовать малхуд, желание своё, и быть выше его во всём. Это и есть свойство бины. Когда я практически ничего не хочу. Так, всё. Светленький такой человечек маленький. А здесь наоборот. Ты должен теперь со свойства бины опускаться снова в малхуд, свои эгоистические желания. Брать с их помощью всё от мира, что можно, для того, чтобы передать это другим. Для того, чтобы свои эгоистические желания преобразовать в добро для других. Вот у меня есть возможность, я таким рождён, что я могу вскрыть банк. Так. Что так? Ты уже насторожился. Ну да. Ну, хороший медвежатник. Так. Значит, причём я могу это сделать. Я делаю все усилия для того, чтобы сделать это. Так. Со своим огромным эгоизмом. Я использую всё своё мастерство для того, чтобы это всё сделать и отдать людям. Значит... Вот, секундочку. Как я могу запустить свой эгоизм, все свои огромные желания, все свои огромные возможности для того, чтобы отдавать людям, когда я хотел вообще это всё у них забрать. То есть, когда я хотел открыть банк и забрать миллион. Да. Это не какой-то Робин Гуд красивый. То есть, я имею здесь дело с инверсным использованием своего зла. В переводе его на добро. Когда я абсолютно не понимаю ни вознаграждения, ни вообще вероятности этого дела, ни его результата. Не ощущается мной ничего. Поэтому сейчас, когда они стоят перед входом на эту ступень, они... Это желание человека. Весь народ – это желание человека, который входит на эту ступень. Когда они стоят сейчас перед этим, то они, естественно, его все желания восстают. То есть, он уже стоит на уровне бины, как вы сказали. Да. Они ни в коем случае не желают этого. Когда они были, все эти желания, в эгоистическом состоянии... Так, в Египте там. В Египте или по выходу из Египта, то им казалось, достичь той обитованной земли – это хорошо. Здесь мы получаем ради себя, там мы получаем ради других. Но это все ради других или ради себя – это все затушевано. Ну, привлекало. Но я работаю своим эгоизмом. Я понимаю, что делать. А здесь я проходю такие этапы, когда я полностью отключаюсь от своего эгоизма и должен теперь снова его возвращать ради того, чтобы работать на дядю. На других. Причем на кого? На самых отвратных, на самых противных, на самых ненавистных мне действий, людей, как бы. Но это не людей. Это желания, которые я не хотел использовать. Да. То есть, как бы, во вред себе. Во всем во вред себе. Вот это вот это состояние, которое сейчас происходит. Да. Этому надо учиться. Это, правда, еще не перед нами. Это не является таким актуальным для нас вообще ни в учебе, ни в действии. Это невозможно понять, пока ты не достигнешь такого этапа, когда стоишь перед этим. Так и у них тоже. Пока не достигнешь его обвинения. И этому именно их и учат их эти разведчики. Вот разведчики дальше говорят. «Братья наши», это Муша рассказывает, «братья наши внесли страх в сердца наши, сказав, «Народ многочисленный и выше нас там, города большие и укрепленные до небес, а также великанов видели мы там. И сказал я вам, не страшитесь и не бойтесь их, Бог Всесильный ваш, идущий перед вами, Он сражаться будет за вас». Да. И в этом деле вы не верите Богу Всесильному вашему. Что значит «не верите»? Это надо полностью отдать себя в руки высшей силе, то есть в руки общества, в котором ты находишься, упасть на их руки и полностью, мы не знаем, что это такое, и полностью отдать себя им. То есть это состояние крайнее. Как ты когда-то рассказывал, что держись там, отпусти веточку, и все будет хорошо. Да, такой анекдот хороший. Не анекдот, это вообще... Человек висит на скале. А вы сказали, что это реальность. Да. Человек висит на скале. Держится за ветку. Да, и просит, что помог ему. Ветка начинает ломаться. Но держится. Да. Это единственное, за что он может держаться. Да. Ну и дальше. И он молится, чтобы помог ему Творец. Потому что уже некому обратиться. И вдруг раздается голос, я помогу тебе. И он рад. И тогда голос продолжает, отпускай ветку. Да. И он так молчит, может, а есть там еще кто-нибудь? Да, вот в этой точке происходит, в общем-то, состояние такого, о котором он говорит. Надо отпустить ветку. Да. Что Творец идет... А это невозможно. А это невозможно. Видите, вы с другой стороны их оправдываете абсолютно. Конечно. Поэтому описываются все эти состояния. Дальше говорится тут, дальше он говорит, и в этом деле вы не верите Богу всесильному вашему, который идет перед вами по пути, чтобы высмотреть вам место для стоянки вашей. В огне ночью, чтобы указывать вам дорогу, по которой вам идти, и в облаке днем. То есть, вы его не слышите. И дальше говорится так. И услышал Бог звук речей ваших, и разгневался, и поклялся, сказав, никто из людей этих, из поколения этого злого, не увидит хорошей страны, которую поклялся и отдать отцам вашим. Только калев сын Яфуны, он увидит ее, и ему я дам землю, по которой ступал он, и сынам его, за то, что он исполнял волю Бога. Напомним, что он вернулся, он сказал, не верьте разведчикам, я тоже там был, надо идти за Творцом, и мы пройдем в эту страну. Ну, то есть, у него есть такое свойство, которое, из которого, глядясь к которому, он может сказать, что можно исправить. То есть, есть наша, у нас эта точка, которая называется, вот это вот, все-таки, калев сын Яфуны. Одна. Против всех остальных. Да, против всех остальных. Конечно. И она говорит, что надо идти в страну. А и на Азию? Невозможно было бы. Но это только одна точка. Теперь, все-таки, что делать? Дальше, на вопрос, что делать, не знаю, что вам сказать, но вот дальше пишется так. Так же на меня прогневался Бог, из-за вас, сказав, ты тоже не войдешь туда. Он-то в чем виноват вообще? Он идет все время за Творцом? Нет, потому что это свойство не может войти. Моше. Да, оно начинает уже работать по-другому. То же самое, что, так же, как, смотри, когда они выскочили из Египта, побежали, они побежали, потому что впереди шел Моше. Да. Когда они дошли до моря, да? Конечного. Конечного моря, то единственное свойство, которое в них сыграло, это был Нахшон. Нахшон. Прыгнул в море. Да, сына Минадава. И так далее. То есть каждый раз проявляется в тебе один предводитель, одно свойство из человека, которое может идти вперед, которое может быть каким-то мостиком. мостиком. Но это тоже мостик, который отрывается от всего, от всех остальных и вопреки им входит на следующую ступень. Вот. И так далее. Всегда так. То есть эти искры в нас существуют все время, да? То есть эти маленькие мостики, надо только их увидеть, да? Ну и когда мужи на горе, они там внизу делают со своим эгоизмом священного телца, и так далее. То есть каждый раз это только лишь одно свойство в человеке, с помощью которого он может оторваться, подняться выше себя. И не здравым смыслом, а только лишь вот таким вот отторжением от всех своих общих свойств, от народа, что называется, своего, и подтянуться к Творцу. И всегда проблемы у него со своим народом, своими свойствами, и только лишь для того, чтобы предпочесть вот это вот свойство, называемое муше, от слова лемешок, вытаскивать себя из эгоизма. Вот. А сейчас мы подходим к состоянию, когда уже нет этого свойства муше. Вот. Тут уже, во-первых, Иешуа должен быть вперед, следующая ступень за муше, и вот этот калеев, и так далее. Вот, кстати, пишется дальше. «Также и на меня прогневался Бог из-за вас, сказав, ты тоже не войдешь туда, Яшуа, сын Нуна, стоящий перед тобой, он войдет туда. Его утверди, ибо он передаст ее во владение Израиля». Но дети ваши, о которых вы говорите, говорили, что добычей станут они, и сыновья ваши, которые не отличают еще сегодня добра от зла, они войдут туда, и им дам я ее, и они владеют ею. Да. То есть, поколение... Поколение умирает полностью, заканчивает полностью. То есть, те свойства, с которыми человек начинает свой духовный путь, с получения Торы, с начала духовного пути, и до достижения свойств вины перед входом в землю Израиля, все эти свойства, они... Он их отработал, сейчас они все должны получать совершенно новый облик получения радиоотдачи, и поэтому считается, что поколение умирает. Я все-таки задам этот вопрос. Что такое для ученика и учителя, вот для ученика вот это преодоление пути до... до Горы Синай, от Горы Синай дальше, до Бины, и дальше от полностью как бы вымирание полное, и выход на следующий уровень. Что это такое вот? А при чем ученик? Ну вот я сейчас просто подумал об этом, что так или иначе, вы сказали, мы еще не дошли до такого состояния. Но это все он делает относительно учителя. Относительно учителя. Вот какие... Что это относительно учителя? Вот состояние этого? Можете сказать? Все больше и больше отмена себя. Это движение к Бине? Да. Понимание того, что ничего, что ты раньше считал, что ты делал правильно, это все абсолютно неверно. Но это всегда на разных ступенях, на нижней и высшей. Также это все больше и большее предпочтение учителя в его новом виде, который сейчас только начинает раскрываться ученику. раньше он этого не понимал и не чувствовал. Он не мог оценить своего учителя. Это естественно. И так вот идет вперед. «Коля пусель бемомо пусель», что называется. То есть каждый отрицающий высшего, он отрицает, потому что он нижний. А что ж тогда вот этот бунт тогда по отношению к учителю? Это естественно. Они не могут согласиться с тем, что сейчас им предлагают. Не могут. В таком случае учителя умирает. Он умирает физически в нашем мире именно поэтому. и он умирает духовно на духовных ступенях для ученика. На духовных мы можем понять. То есть как только ученик перестает пользоваться учителем как высшим, как ведущим вперед, то учитель, этот человек для него умирает. Ну, умирает в смысле, что он перестает быть ведущим. Это в духовном виде. А в физическом виде то же самое. Если ученики не нуждаются больше в учителе, то ему нечего делать в этом мире. То есть учитель существует исключительно для учеников? Конечно. А как же любая ступень она существует для нижестоящих? То есть другое понимание жизни не существует? Нет. А в чем? Себя кормить? Мы же говорим о духовном. Нет. Нет, нет. Нет, ну вы тут же это связываете еще с материальным. Я поэтому... И материальный, да, и материальным нет ему смысла в этом мире. Вы даете такую прямую связку очень. Конечно. Абсолютно четко. То есть не для чего жить тогда? Абсолютно четко. Дается такое, я не обвиняю в этом учеников относительно учителя, но это обстоятельство, оно несомненно и естественно. Оно идет свыше. Наводка такая, когда им кажется, что они могут еще даже лучше без учителя существовать. То есть нет никакого проку в нем. Они уже получили, что надо, они разобрались уже во всех делах, теперь они знают, как идти дальше. Он даже в чем-то их тормозит, отвлекает. Это то, что происходит всегда. Или они, как здесь, не хотят идти дальше за ним, да? Это то же самое, не хотят идти, да, он, кажется, им уже все, отдал им, что есть. То есть уже они не различают в нем следующих ступеней, следующих возможностей, и поэтому все. Тогда давайте коснемся еще одного вопроса. Да. А что же тогда вот эти вымирания, вымирания тогда поколения для учеников? Тут же дальше просто происходит 40 лет эти начинаются. Если они поднимаются на следующую ступень, то тогда они действительно должны пройти состояние, когда все эти прежние желания, в каком бы они исправлении не были, они должны сейчас отмереть. То есть принять на себя новый уровень получения радиоотдачи. То есть дети это в следующих ступенях, да? Да. то есть они должны решиться на это? Конечно. Конечно. Это все приходит постепенно. Я надеюсь, что все это поймут, узнают, почувствуют, пройдут над себя и мы войдем в землю Израиля. Вы уже как бы... Я все-таки хотел еще задать вопрос. Да. Вот не хочется постепенно, а вот как чтобы это было не постепенно? Есть такое все-таки... Я понимаю это перескакивание ступеней, но вот какое решение должно быть учеников, чтобы учиться на чем-то прошлом. Ведь мы же все-таки учимся на этом, чтобы не вымирало поколение. Мы не учимся на этом. Нам просто рассказывают об этом. Мы ни на чем не можем учиться. Нет такого. Мы все равно будем пренебрегать, мы все равно будем восставать против муше, которая нас ведет, против всего этого. Это все равно будет повторяться и повторяться в каждом человеке. А у вас были восстания против вашего учителя внутренние? Конечно. Конечно. Без этого нельзя двигаться. Даже двигаться без этого нельзя? Конечно. Да. Он поэтому так и говорил. Он говорит, что я тебе понимаю, что все твои несчастья в жизни, они происходят из-за меня. Да. Высший это понимает. А потом он должен действовать уже ради низшего. или он его бьет с болью в сердце, как мы маленьких детей наказываем, допустим, или он ждет. Пока тот подрастет. Да. Называется страдание воспитателя относительно маленьких детей. Ну, в общем-то, более-менее понятно, но более-менее. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Ну, будем двигаться вслед за утром. Двигаться и проходить сами. и проходить сами эти состояния. Будьте с нами и дальше. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok